Сергей Заплавный, Золотой Аркан Около большой реки, на высоком месте, окруженном золотистым карагайником, сосняком, стоял хорошо укрепленный городок князя Эуштинцев Таяна, а на другом берегу жил со своим племенем Мурза Басандай. Хоть и соседи они были, а согласия между ними не было. Басандай тайком посылал своих людей в охотничьи угодья Таяна, дабы мы своих коней, будто бы случайно велел загонять на его пастбище. А когда в Ауште случалось несчастье, лопался от злой радости, но при встречах речи его были слаще меда, а улыбка доползала до ушей. Долго терпел его двуличие Таян, наконец не выдержал. Вор кралет у пешего, который не догонит, или у соседа, который постесняется спросить, не встречали ли ты подозрительных людей в моих владениях, о светильник дружелюбия Басандай. Услышав это, тот оскорбленно метнул бровями молнии и, уперев бока кулаки, ответил, «В твоих словах я слушаю от подозрения, о Таян, лучше бы ты потерял дар речи, чем говорить такое». «Почему и не сказать?» — усмехнулся Таян. «Грязь с одежды сходит при стирке, грязь с поступков от прямых слов». «Не станешь ты со мной и за них драться?» «Стану!» — рассердился необъятным телом Басандай. «С водой не шути, утонешь, с огнем не играй, сгоришь!» Стали они драться. Три дня дрались, как два могучих быка, Пока не упали без сил. Лежат голова к голове, А так Эзи, дух тайги, Наклонился над ними и советует, Если правая рука соседа затеет драку, Пусть левая ее остановит. Разбросать легко, а собрать трудно. Чтобы птица взлетела, ей надо два крыла. Одно крыло есть у Таяна. Это его сын Ушай. Умелый в восьми разных делах. Другое крыло есть у Басандая. Это его юная дочь Тома. Прекрасная, как утренняя зря. Проднившись ими, вы забудете свои споры. Соединив силы, вы перестанете бить легкой добычей степняков, Которые, приходя, разоряют ваше жилище, А тайгу выжигают вместе с травой. Не хотите думать о ней? Подумайте о своем народе! Опираясь на ладони, приподнялся Таян. И сказал Басандая, Так Эзи правильно говорит, Горы не сойдутся, Но мы народ одной судьбы. Нельзя нам ссориться, Я беру свои слова назад. И готов ради общей пользы Устроить к Иссурату сватовство. Э, нет, Ответил Басандая. Много могущественных владык Хотела бы видеть Мою дочь любимой женой. Молва о ее красоте Достигла даже ушей Саргхана, Желтого хана. Разве твой сын сравнится с ним? Разве остановит тех, Кто сильнее Эушты? Кто хочет быть хитрее лисицы, Того приходящий из дальних земель Скоро в свою шубу превратят, Горестно вздохнул Таян. Прощай, не умеющий думать. После этого они больше не встречались, Зато встретились Ушай и Тома. Во время охоты, Преследуя Сахатова, Юноша и сам не заметил, Как оказался в угодьях Басандая. Что случилось дальше, Всякий может догадаться. Увидев девушку, Ушай стал подобен Охваченному безумием. Так преобразила его любовь. Увидев юношу, Тома расцвела, Как невиданной красоты цветок. В золотой аркан попался он. В золотой аркан попалась она. С каждым днем этот аркан затягивался Все туже и туже. Не проходило и дня, Чтобы Ушай не появлялся тайком У Белого озера, Где они могли преддаваться мечтам. Но даже самые красивые мечты Когда-то кончаются. Кончились и эти. Саракхан и правда прислал Однажды двенадцать своих доверенных людей, Чтобы они заключили кингеш, Свадебный сговор с Басандаем. «О, мой отец!» Взмолилась Тома. «Я могу быть женой только одного человека. Это Ушай, сын благородного Таяна. Если он посадит меня позади себя на коня, Я буду счастлива. Другому я не дамся. Ты всего лишь дочь и должна меня слушаться!» Просердился Басандай. «Я лучше знаю, за чью спину посадить тебя!» Но не знал он, Насколько верна своему слову его дочь. Когда за ней прибыл свадебный пояс Саракхана, Она вырвалась из рук родичей И, добежав до большой реки, Бросилась в нее. Ушай в это время Охотился в верховьях другой реки. Узнав о смерти любимой, Он бросился в нее И повернул течение в другую сторону. С тех пор эти реки неразделимы. Одну люди называют Томой, Другую Ушай-Ре Или просто Ушайкой. Времена приходят и уходят, Но следы памяти оставляют. Остались они. И на этот раз, После смерти Ушая и Тома, Саракхан решил отомстить Босандаю за дочь, Которая его отвергла. Он велел разорить Босандая в городок. Он велел разорить Босандая в городок. А самого Мурзу Зашить в листья шкуры И держать его до сих пор, Пока он не задохнется. Что касается Таяна, То и до сих пор над Ушай-Ре Кружит седой сокол, Похожий на него. Если бы мы могли узнать его мысли, То услышали бы следующее. Чтобы о земле судить, узнай, Покидают ее люди или нет. Чтобы о детях судить, узнай, Верны ли они своим избранникам.